ребята всем привет мукбанг утра сегодня у меня яишенца стручковая фасоль клубника огурчики и вот тут у меня еще просто не поместилось и вот пышные сырники не знаю доберусь ли я до них у меня что-то с аппетитом последние дни не знаю не очень есть не хочется но есть надо как ты буро у меня пока такие тоже вместе с микрофоном заказала себе на вал berries деревянные приборы еще сразу я так порежу давно не ела просто яичницу решила водичка хорошо ли меня слышно надеюсь что слышно хорошо ребят вопросов как таковых нет один есть запрещенной социальной сети еще не только утром его прочитала так что у меня даже не было время на раздумья единственное о чем я подумала стоит ли это обсуждать на ю тубе вот ну чтобы не поймать опять хейта что типа я на вопрос не отвечают он я постараюсь на него ответит но честно говоря даже не не было время даже подумать на эту тему вопрос да девушка и зовут кристина она пишет она является моей подписчицей видимо по той же причине что и я дабы не поймать ну нет там как такового канала у нее просто ну создан канал публикации ничего нет девушка мне писала комментарии под нами видео и тут она написала мне в этот ну в эту поняла запрещенную сеть социальную я не успела его записать на бумажку на телефон снимаю поэтому прочитать дословно не могу но наталья здравствуйте я на вас подписана мне нравится ваше видео спасибо вам кристина большое на майские праздники супруг уехал на дачу а у меня поехать не получилось пишет кристина поскольку она работала но вечером спонтанно она решила поехать на дачу не предупреждая об этом мужа но пишет кристина что у нее как бы не было такой цели там какой-то сюрприз сделать либо просто решила поехать приехала и застала его там с какой-то дамой так кристина провела свой первый май теперь вот не знаю что ей делать супругом они 9 лет в браке она мне задает вопрос наталья вы бы смогли простить измену я слышала что вы с мужем достаточно давно вместе я как бы даже да мы с мужем 17 лет вместе официальном браке 7 лет спогла ли бы я ну то есть и кристина я же не буду рассказывать об этом сейчас тут пишет что она застала их в момент близости интимный ну то есть факты измены простила были я и как бы я поступила я уже говорил еще расскажу чтобы четко понимать как бы ты поступил тебе надо хотя бы на чуть-чуть быть в подобной ситуации либо ну как-то просто я мне много раз задавали такие вопросы вообще в жизни я не знаю как бы я себя повела потому что я не знаю как бы сработала моя психика в этот момент чисто теоретически сейчас рассуждать не простила бы ну вот в моменте не простила бы конечно чтобы случилось через два-три дня с моим осознанием я не знаю то есть девять лет вы вместе это не маленький срок ну то есть если подобных случаев за девять лет не случаев а даже примерных каких-то поползновений там намеков поводов не было это вдруг вот у вас все идиллия все прекрасно все зашибись вы доверяете как я понимаю друг другу потому что она вы на работе супруг на даче да то есть нет никакого контроля вы не задумываясь едете туда наверняка не надеюсь там его с кем-то застать или еще что-то там увидеть вам не понравившиеся так так с этим я покончила я уберу поставлю теперь свои ппшные сырники выглядят они не очень но они очень вкусные почему ппшные потому что здесь творог творог обезжиренный 4 столовые ложки овсяных хлопьев 2 яйца ну короче здесь нет муки нет никаких ни сахаров ни заменителей яблоко банан а здесь кокосовая стружка в общем здесь такое намешанное но нет они держат как бы форму все нормас но они такие не очень привлекательная клубничку попробуем какая то это некрасивая какая как вот она фокусирует фокусирует она конечно вкуснее чем то которую я ела зимой но у нее нет такой знаете вот насыщенности клубничной такая бывает обычно у меня здесь минералка так вот то есть в моменте я бы не простила наверное но потом бы я села подумала почему так произошло может быть ну естественно поговорила бы с человеком если бы мне дали конкретный ответ на вопрос хотя хотя ну вот я прихожу такая домой мы миша тут с кем-то ну впервые в жизни мне тяжело ответить на вопрос даже самой для себя вам однозначно нужно поговорить с ним все таки прощать не прощать это у каждого по-разному знаете кто то может позволить какие то моменты в своей жизни допускает их а кто то например вообще прям принцип принцип какие то собственные там в голове тараканы и вот для него табу нет все человек может разрушить там не то что 9 лет жизни а вообще там люди по 20 лет живут вместе расходятся нужно тут зависит еще вот от лично вашего восприятия насколько вы отнесетесь к этому в дальнейшем сможете ли вы дальнейшем с этим жить простить реальный человек только не так знаете прощу ради детей прощу ради неизвестно чего то есть если вот говорят простила то действительно надо простить то есть простите жить дальше а если всю жизнь вы будете понимать что всю жизнь будь чему это вспоминать напоминать сами сами постоянно об этом думать боятся его отпустить на дачу одного я считаю что это уже не жизнь это так неизвестно зачем и для чего так мучиться вы поговорите я думаю все равно же человек найдет что сказать вам почему может быть он скажет все так типа извини родная не люблю за разлюбил тогда тут и обсуждать дальнейшем ничего там выпил лишнего или еще какая-то причина я просто не знаю как это происходит у мужчины что у них там в голове происходит в этот момент в любом случае это не конец жизни не надо расстраиваться неприятная история согласна но это не все живы все здоровы а это самое важное измена да и тяжело пережить да это предательство это безусловно больно но пережить это возможно достойно я вот ответила сама для себя даже я бы не простила сразу конечно мне бы нужно было какое-то время но так в теории может быть да может быть простила если бы я нашла бы оправдание в своей голове для этого человека просто измены бывают разные я знаю одну пару знакомые мои там муж сам признался жене в том что я изменил ну не смог вот утаить хотя это вообще можно она бы никогда об этом не узнала это было в другом городе за тысячи километров и ну то есть узнать не было никакого вообще варианта у нее я не рассказал как то с ней обсуждали она не рассказывала что она у него спросила ну то есть почему ты мне это рассказал зачем ну мне сказал что я понимал что можешь после этого от меня уйти но так то есть человек настолько вот любит и предан он объяснил почему он это сделал там то есть чисто там на физическом каком-то на физической потребности но он как любил так и любит свою супругу любит ее и ему от самого себя неприятное и противное ему захотелось рассказать чтобы у него было право выбора так сказать жить с ним дальше либо жить с ним дальше простить его либо уйти то есть человек реально уважает свою вторую половину да он совершил глупость он это признал понял и просто вот сказал ей она простила его в общем живут они вместе уже я не знаю ну очень давно еще со школьных времен они по моему вместе так что может быть и ваш супруг бы вам об этом рассказал если вы сами это не увидели мало ли поэтому в любом случае нужно поговорить в смысле какой-то ракурс не очень клубника короче так себе я вам скажу у меня вот это сладкое прям очень прекрасная погода сейчас пойду загорать на море выходная вкусно конечно если перемолоть овсяные хлопья мне что-то было просто лень с утра то мне кажется форму они будут держать лучше и они не жареные на сковородке а в духовке заготовки я просто нафигачила туда этих хлопьев а если перемолоть то будет мука и будет как-то мне кажется форму держать получше но можно все в и и и и и и и и очень вкусно было так что кристина я надеюсь что я ответила на ваш вопрос пусть и скомкано потому что то есть это был прям грубо говоря вопрос в лоб у меня не было времени даже поразмыслить прям перед сам с самой съемкой прочитал этот вопрос не знаю пишите в комментариях может быть кто-то вообще делитесь своим опытом девушки можете мужчины кому изменяли кто прощал кто не прощал как это у вас происходило ребят подписывайтесь ставьте лайки я вас очень люблю завтра может быть сниму тоже не обещаю все спасибо за просмотр всем пока до новых встреч